Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В ТПП вышло на Российскую торгово-промышленную палату и на Минэкономразвитие. В результате правительство России внесло поправки в постановление о льготных кредитах. Мониторинг численности, который начался 1 декабря, будет учитывать майские показатели. Ну и решение о списании кредита будет приниматься в пределах его суммы из расчета майской численности. Ранее планировалось учитывать апрельскую численность штата, которую многие из первых участников программы поддержать не смогли. Также послабление сделано в методике расчета зарплат, которые необходимо поддерживать с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021. Программа Экономика. В кировское производство Икеа вложили 180 миллионов. В 2020 году предприятие Икеа Интерстривятка в Красной Поляне Вятскополянского района посетил губернатор. По словам гендиректора компании Виталийса Константиновса, в 2018 году инвестиции в модернизацию и покупку оборудования превысили 140 миллионов рублей. В 2019 году были увеличены до 325, в этом году вложили еще 180. Предприятие выпускает деревянную мебель 700 тысяч единиц готовой продукции в год, которая реализуется не только в России, но и в других странах. В этом году оборот предприятия, которое входит в число крупнейших налогоплательщиков региона, около 2 миллиардов рублей. Экономика. На 101 АСМ. За выездную работу в интернатах и геронтологических отделениях сотрудникам выплатили 300 миллионов. В таком режиме работают они с 17 апреля. Люди работают вахтовым методом, живут по 14 дней с пожилыми людьми. С середины весны произведено более 10 тысяч выплаты за 14 смен. Сейчас идет 15-е. В каждой работают около 800 человек. Это соцработники, педагогические работники и медики. Они получают по 25 тысяч рублей. Для врачей доплата 40 тысяч за двухнедельную смену. Для младшего персонала 15, для технического 10. Экономика. В завершение валюты. Доллар сегодня 75-20. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.